Добровольно будет дешевле. Коммунальщики нашли способ, как подстегнуть желание горожан устанавливать приборы учета тепла. С 1 апреля планируют ввести дифференцированный тариф. В итоге дома со счетчиками будут платить за фактическое потребление. Остальные многоэтажки по норме с 20% надбавкой. Антон Александров расскажет подробности. Вот такое устройство сейчас установлено примерно в 80% многоэтажек Караганды. Работает оно постоянно, однако в большинстве случаев счета горожанам все равно выставляют по норме потребления. Чтобы расчеты велись по прибору учета, необходимо составить протокол общего собрания жильцов, заключить договор и самое главное, начать выплачивать стоимость этого теплощетчика. По предварительным данным люди сами обращаются, как жители этого города, спрашивают, перед домом поставили этот прибор учета, почему приходят до сих пор 110 г за квадратный метр. То есть люди готовы сами быстрее подписать, чтобы рассчитывать здесь все вы платите. Подстегнуть интерес к установке теплощетчиков решили дифференцированным тарифом. С 1 апреля Караганды Жилузбыт планируют выставлять счета по норме с 20% надбавкой. Такими темпами к будущему отопительному сезону приборы учета появятся во всех многоэтажках Караганды, уверены коммунальщики. Установка приборов учета тепла, прежде всего, позволяет возможность потребителям оплачивать фактически потребленное тепло, способствует формированию эффективного собственника. Для повышения экономической заинтересованности потребителей с 1 апреля 2017 года Караганды Жилузбыт планируют ввести дифференцированный тариф. Новые строки в едином платежном документе появятся в ближайшее время. Горожанам придется платить за обслуживание прибора учета и возврат его стоимости примерно от 300 до 700 тенге ежемесячно. С 1 января антимонопольщики утвердили размер и механизм взымания платы за установку теплощетчиков. Завязали это все с площадью. В итоге с 1 квадратного метра оплата составит 5 тенге 82 тенге за установку и еще 2,79 за обслуживание прибора учета. Прибор учета тепла, он же на связи всегда. Его мониторит ТО-теплотранзик когда-то. За связь, за электроэнергию с потребителя туда вообще вот эти пульсовские обслуживания, это не включено. То есть все эти расходы теплотранзик берет на свои плечи. Подсчитали далеко не все, уверяют монополисты. Часть затрат взял на себя услугодатель. В ближайшие 4 года работа теплощетчика будет гарантирована, потому как в стоимость обслуживания входит ремонт, подготовка к отопительному сезону и многое другое. Потом же придется делать поверку теплощетчика. Если прибор учета окажется исправным, то продолжит свою работу. Иначе придется покупать новый. Антон Александров, Арман Бектубаев, Данил Заславский, 5 канал.